Тем временем на хутор приехал социалист Иосиф Штокман, имевший тюремный срок за политику, побывавший в ссылке. Он обратил на себя внимание казаков, сумев прекратить драку у мельницы, в которой был избит главный местный богач – купец Мохов. Штокман стал привлекать к себе хуторских бедняков, озлобленного весовщика Валета, здоровенного и дурковатого Христоню, машиниста Ивана Котлерова и Мишку Кашевого. Под видом занятий истории донского казачества Иосиф ввёл среди них социалистическую пропаганду. Григорий всё более чуждался Наталье. Раз во время поездки за хворостом он встретил Аксинью и возобновил связь с ней. Наталья решила уйти из семьи Мелеховых и вернуться к родителям. Поссорившись с отцом, ушёл из дому и Григорий. Молодой казачий сотник Евгений Лесницкий предложил ему работу кучером в Ягодном – имении своего родителя генерала. Григорий уехал туда с Аксиньей. Аксинья в Ягодном сделалась кухаркой. Молодой Лесницкий проявлял к ней сильный интерес. Наталья после измены мужа попробовала свести счёты с жизнью, но чудом осталась жива. Аксинья же через некоторое время родила от Григория девочку. Вскоре Григорий призвали на четырёхгодичную службу, зачислив в армейский 12-й казачий полк.